Передовые инженерные школы. Кого будут готовить в набережных челнах? А был ли дефолт? Скажи наркотикам нет. Всем привет! В эфире Универньюс, а в студии Маргарита Михайлова. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении в стране года педагога и наставника в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность. В набережных челнах состоялась презентация передовой инженерной школы Казанского Федерального Университета. Подробности смотрите далее. В набережных челнах состоялась презентация передовой инженерной школы Казанского Федерального Университета Киберавтотех. Новое структурное подразделение, стратегическим партнером которого является ПАО КАМАЗ, ориентировано на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики и проведения прорывных исследований. Нам, конечно же, нужны такие талантливые ребята, которые я только что сейчас встречался с ними, поговорил. Идея у них прекрасная и уже реализовывается, что поможет, конечно, нашему предприятию, не только КАМАЗу, но и другим нашим предприятиям создавать современную технику, современные самолеты, вертолеты и автомобили. Передовая инженерная школа – это не только грантовая поддержка, не только государственное частное партнерство, это и большая ответственность, большая ответственность и вуза, университета, большая ответственность КАМАЗа и Ростеха, также это и большая ответственность республики. Импортозамещение – это немножко для нашей страны, да, немножко даже унизительное понятие, что такое импортозамещение, да, это то, что мы завтра должны сделать что-то, что наши конкуренты уже в других странах делают сегодня, значит, это будет вчерашний день для нас. Так сегодня вот мы принимаем решение именно создавать новые технологии, которые будут технологиями завтрашнего дня и которые обеспечат конкурентоспособность, технологическую мощь и процветание нашей любимой России. Передовые инженерные школы – федеральный проект, инициированный Минобороки Российской Федерации. В конкурсном отборе на право создания инженерной школы нового поколения приняли участие 89 вузов из 41 региона страны. Казанский федеральный университет один из первых презентовал свою передовую инженерную школу и определил для решения долгосрочных инженерных фронтеров интеллектуальный автомобиль, автомобили с низким нулевым углеродным следом, технологии интеллектуального производства. Концепция направлена на ускорение формирования технологического суверенитета, а также обеспечение технологического рывка в рамках глобальных инженерных задач индустрии 5.0. Без создания крупного научного центра по подготовке инженеров мы, конечно, о будущем думать не можем. Я считаю, что выдается в случае победы в конкурсе отличный шанс в развитии материально-технической базы, создать условия для обучения наших студентов. Знаменательный день, когда мы открываем здесь, в городе Набережной Шелны, городовую инженерную школу по автомобильстроению. Я считаю, что это разумно, логично, и он не может открыть где-либо, чем Набережная Шелна. Потому что рядом с нами здесь наш основной главный партнер – КАМАЗ. Подобная фокусировка позволит к 2025 году отработать и запустить в серию технологию производства электрических грузовых автомобилей с отечественными аккумуляторами. Также школа представит тиражируемое решение в сфере организации цифровых производств. К 2026 году совместно с индустриальными партнерами обеспечит выпуск беспилотных грузовиков и первые промышленные решения по водородным топливным элементам. А к 2030 году предложит эффективную оригинальную отечественную технологию изготовления и эксплуатации водородных двигателей и батарей. При создании передовой инженерной школы учитывались множество ключевых факторов, в том числе территориальное преимущество. ПИШ будет располагаться на одной из самых значимых территорий для совместного промышленного развития страны – в КАМской промышленной агломерации. Здесь динамично развиваются пять ведущих индустриальных центров, формирующих более 3% российского валового оборота промышленности. Алина Красильникова, Андрей Багаудинов, Универньюз. Западные страны объявили наступление дефолта России по иностранному долгу. Российские эксперты опровергают данное заявление. Подробнее в сюжете Валерия Гарнышевой. Сегодня ночью истек льготный период выплаты дохода по российским гособлигациям. Американское агентство Bloomberg объявило о наступлении дефолта в России по внешнему долгу. Можно ли назвать сложившуюся ситуацию дефолтом? Юридическую ситуацию можно трактовать по-разному. Да, доллары в соответствии с условиями исполнения обязательств на долларовые счета держателей этих обязательств не попали. Можно рассматривать это как дефолт. С другой стороны, должник свои обязательства исполнять не отказывается, имеет для этого все средства и готов их исполнять, но вынужденных исполнять в рублевом эквиваленте в связи с недружественными действиями третьих стран. Эксперты утверждают, что формально дефолт произошел. Из-за санкций банки не принимают долларовые расчеты России. Тогда Министерство финансов воспользовалось законом РФ о временном порядке выполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами, которые позволяют в подобных случаях произвести выплату в рублях. Однако платеж не был принят из-за согласованных обязательств в валюте. Мы чего-то там кому-то не заплатим. Это повлияет на держателей российских облигаций, зарубежных держателей российских облигаций. Вот на них это повлияет. На нас вряд ли. Единственное, что могут начаться всяческие судебные разбирательства, тяжбы, попытки обратить взыскания на российское имущество, находящееся за рубежом. Да, это будет, конечно, неприятно, но в целом более чем сейчас экономику не сделает ситуацию худшей, чем сейчас есть. По словам экономистов, на внутреннюю экономику страны произошедшее не повлияет. Сложившаяся ситуация не объявляется дефолтом, так как государство не отказывается от выплаты долга. Валерия Гарнышева, Универнгюс. В инжиниринговом центре состоялась торжественная церемония вручения дипломов об окончании набережной Челнинского института КФУ по программе двойных дипломов. Все подробности смотрите в сюжете нашего корреспондента. В этом году выпустился первый поток студентов из Республики Узбекистан, которые проходили обучение по совместной программе с Таманганским инженерно-строительным институтом. Ребята освоили новые компетенции по направлениям автомобильного и экономического отделений. Мероприятие посетило множество почетных гостей, в том числе представители ПАО «КамАЗ», на предприятиях которого студенты проходили производственную практику. Лично вручить дипломы и поздравить ребят с успешным окончанием обучения приехала проректор по образовательной деятельности КФУ Екатерина Турилова. Я очень рада быть здесь сегодня. Я счастлива поздравить вас с этим одним из самых важных событий в вашей жизни. И я очень рада, что вы достойно прошли этот непростой путь и сегодня получите столь долгожданные вами дипломы. Первые выпускники по программе двойных дипломов закончили обучение по следующим направлениям подготовки – конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, наземные транспортные технологические комплексы, менеджмент. Елизавета Никитина, Универ-Ньюс. В Елабужском институте КФУ состоялся традиционный день выпускника. Все подробности смотрите далее. В минувшую субботу в Елабужском институте КФУ состоялся традиционный день выпускника. На университетской площади встретились бывшие студенты разных лет обучения. Спустя столько лет они увидели друг друга вновь. Мы каждый год встречаемся здесь. Это наша альма-матер, это родной дом, это наша юность, это красота. Это все для нас. Мы жили тогда одной семьей. Каждый год организаторы проводят перекличку. Традиционно участие в мероприятии принимают бывшие студенты разных лет выпуска. Самые старшие гости дня выпускника окончили университет практически 70 лет назад. В 2010 году мы с супругой из Москвы вернулись сюда. Свои, так сказать, родные пенаты. И даже дом купили вот рядом, здесь, недалеко от института. Потому что, когда вот прохожу я мимо этого учебного заведения, вижу сегодняшних студентов, вспоминаю свою молодость, свою юность. К сожалению, жизнь проходит очень быстро. Увидеться со своими одногруппниками приехали выпускники со всей России. В рамках программы бывшие студенты смогли прогуляться по коридорам вуза, заглянуть в такие знакомые аудитории и пообщаться с преподавателями. Маргарита Михайлова, Айдар Нуреев, Универньюз. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» состоялось профилактическое мероприятие «Скажи наркотикам нет». Подробности далее. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошло мероприятие «Скажи наркотикам нет» для кураторов «Академический групп», где обсуждались актуальные темы о профилактике зависимости и меры психологической помощи наркозависимым людям. Для кураторов в течение года проводится много мероприятий, именно направленных на профилактику социально-негативных явлений. Эти мероприятия направлены на пропаганду здорового образа жизни и отрицательного отношения к алкоголю, наркотикам, табакокурению и другим зависимостям. Встреча проходила в формате диалога и проводилась одновременно в двух аудиториях. В одной из них освещались виды зависимости и их причины. В другой были рассмотрены юридические аспекты, где озвучены статистические данные. «В первом квартале 2022 года в республике Тарстан к уголовной ответственности за участие в незаконном оборудовании наркотиков привлечено более 430 лиц. Из них более 190 человек относятся к категории от 18 до 29 лет. Это говорит о том, что именно молодежь чаще всего попадает на уловки наркобизнеса для того, чтобы стать распространителями или сбытчиками наркотических средств». Данная акция проводится ежегодно в рамках Международного дня борьбы с наркозависимостью. В этом году обстановка позволила провести мероприятие в очном формате. Виктория Козырева, Фарид Захитоглы, Универньюз. Минувшие выходные по всей России отметили День молодежи. Не стал исключением и главный автоград республики. В набережных Челнах праздник прошел при активном участии Института Казанского университета. Для гостей мероприятия выступили вокальная студия New Voices, театр танца Дом, ансамбль народного танца Саяр и театральная студия Чизкейк. В рамках празднования Дня молодежи прошел фестиваль Land Art, в котором в составе команды от НЧИ КФУ приняли участие студенты автомобильного отделения кафедры автомобильных двигателей и дизайна. Ребятам было необходимо продемонстрировать навыки в создании арт-объектов, которые в будущем украсят общественные пространства города. На этом все. В студии была Маргарита Михайлова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok